Поднимите руку, кто тут любит суши. Я поднимаю обе, и даже не против их готовить дома, в теории. А на практике, пару раз пробовал, да так все и завяло, все-таки процесс слегка муторный. Ройс на Али, увидел прибор, который по идее должен ускорить процедуру, ну или хотя бы облегчить жизнь начинающим сушистам. В общем, решил его испытать. Вот такая непонятная фиговина встречает нас в почтовом пакете. Для затравки, предлагаю поиграть в ассоциации, на что оно похоже. Мои варианты, упоминаемые в заголовке базука. Подводная лодка. И аксолотль. Оставляйте в комментариях свои варианты. Что интересно, когда искал картинку базуки для вставки в обзор, наткнулся на обозреваемый девайс на Амазоне под названием Суши базука. А без лирики, это довольно крупный тубус из белого пластика с сиреневым отливом, на фото незаметно. Прибор состоит из таких частей, крышка, в процессе приготовления не участвует, тубус, разделенный на две половины, и поршень. Длина в сложенном виде, 29 сантиметров. С вынутым до упора стержнем, 51,5 сантиметров. Внутренний диаметр тубуса больше 410 сантиметров. То есть роллы будут у нас получаться немаленькие. Качеству претензий нет. Пластик толстый, 2,5 миллиметров. Замки, которые держат половинки тубуса двигаются на петлях, а то знаете, как иногда бывает в дешевой китайщине, когда подвижные части являются просто согнутым куском пластика, который рано или поздно ломается. Кое-где, хоть на тех же замках есть небольшой облой. Но это уже придирки. Принцип действия устройства расписан в инструкции. Она почему-то на французском, но по картинкам и так все понятно. Загружаем в половинки тубуса рис, раскладываем на него начинку, скрепляем половинки, поршнем выдавливаем получившийся рисовый цилиндр и закатываем его в лист нори. Ну а теперь проверим теорию на практике. Рис готовила жена, обычной круглой, по этому рецепту. На выходе получился 1 кило вареного риса. Я тем временем подготовил начинку. Нарезал полосками семгу и авокадо. Вместо сливочного сыра взял фету. Дальше рис раскладываем по половинкам тубуса и делаем углубление для начинки, его удобно продавливать валом поршня, такой способ описан в инструкции. Раскладывал рис сначала ложкой, потом плюнул и брал его руками, смоченными в воде, так удобнее и быстрее. Раскладываем начинку. Выкладывать продукты лучше на ту половинку, на которой расположены защелки соединительного замка, так при соединении половинок начинка не будет высыпаться. Фета оказалась не совсем удачным вариантом, ее острота в первой порции забивала вкус рыбы. В следующих партиях количество фета уменьшил в два раза, так и сыр чувствуется, и рыбы не теряются. Дальше соединяем половинки тубуса. Не переусердствуйте с рисом, в среднем оптимально на одну закладку использовать 250 грамм. Иначе получится, как у меня в первый раз, рис полезет не только спереди, но и с щелей между половинками. Дальше надо выдавить рис с начинкой из тубуса, сначала делаем несколько оборотов поршнем, чтоб он вышел из фиксирующей резьбы, а потом просто давим на него. Рисовый цилиндр лучше сразу выдавливать на лист нори, иначе потом его переместить будет проблематично. Дальше заворачиваем рис в нори и разрезаем получившийся рулет на отдельные роллы. Нож должен быть острым, лезвие лучше смачивать водой. У меня из одного рулета получилось 12 полноценных роллов, плюс 2 некондиционных по краям, которые съедались в процессе. Сваренного риса хватило на 4 закладки. После подготовки всех ингредиентов приготовление одной порции роллов занимало около 20 минут. Весь процесс от начала варки риса до выкладки последнего ролла на тарелку, около 2 часов. За это время получилось 48 роллов. Результат вполне меня устроил. Роллы вкусные. Единственное, что великоваты, если бы диаметр тубуса был сантиметра 3, было бы в самый раз. Не могу сказать, насколько ускорилось приготовление роллов, поскольку перед этим делал их довольно давно. Но процесс стал точно значительно чище и требует меньше сноровки, чем классический способ. Так что покупку считаю удачной, это отличный входной билет для тех, кто хочет попробовать домашние роллы, но не готов слишком возиться с процессом. Вечер удался. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok